Допустим, мы работаем в Международном профсоюзном центре и выбираем страну и определенный тип людей для того, чтобы проводить органайзинговую работу для создания первичных организаций. Для этого мы можем воспользоваться базой ESS, например, собранной в 2012 году. В этой базе как раз есть переменные, характеризующие членство в профсоюзе. И она имеет два значения в подготовленном виде. Нет ни участвую, ни состою, и да, на данный момент участвую, состою в профсоюзной организации или аналогичной ей. Мы предполагаем, что участие в профсоюзе может зависеть от ряда характеристик. Прежде всего, это социально-демографические характеристики и страна проживания. Поскольку разные страны имеют очень разное юридическое законодательство, регламентирующее трудовые права работников и права профсоюзных организаций. Поэтому все страны у нас будут выступать предикторами. Также здесь некоторые переменные, характеризующие повседневные практики респондента, в частности просмотра ТВ. Переменные, характеризующие ценности и социальное самочувствие респондентов. И ряд переменных, характеризующих политические или экономико-политические установки респондента. Вот мы предполагаем, что эти блоки гипотетически влияют на участие в профсоюзе. Соответственно, зная, в какой стране человек живет, какие у него ценности, какое социально-демографическое положение, мы можем прогнозировать потенциально, вступит или не вступит в он профсоюз. Поэтому, допустим, мы можем в какой-то стране, например, делать выводы о том, насколько имеет смысл в ней работать. В базе исходно было 113 переменных, которые, мы предполагаем, могут выступать предикторами. Но 6 из них были удалены, поскольку имеют слишком много мейсингов. Все рабочие предикторы вы можете видеть на моем сайте, на странице метода. И, собственно говоря, загрузить тоже можете. Далее мы сначала рассмотрим итоговую модель и проинтерпретируем ее, а затем рассмотрим процесс ее получения, поскольку этот процесс нетривиален и требует некоторого дополнительного времени для осмысления.